Это слово от английского magazine, а если быть совсем точной, то от fanzine, то есть журналы, которые, самоздатовские публикации, создававшиеся фанатами чего-либо, какого-либо направления культуры или сферы интереса. И большинство определений эзинов говорят, что это издания или публикации малотиражные, которые или бесплатные, или недорогие, некоммерческие, которые создаются в формате некого активизма. Вот. И также, что важно, и что уже Георгий упоминал, что в зеноделании сообщество так же важно, если не важнее, чем сам продукт. То есть, как бы, вот, это сфера общих каких-то интересов, которые обычно являются альтернативными, не мейнстримовыми, которые не отражены в таких обычных СМИ, да. А если ты об этом не можешь прочитать в обычных журналах и газетах, не видишь репрезентации этого в какой-то массовой культуре, то, как бы, ты тогда создаешь с единомышленниками группу, которая будет производить такие публикации. Вот. И это, как бы, можно проследить аж к 30-м годам 20-го века. И первые зены, они, как ни странно, были именно созданы сообществами любителей научной фантастики. Вот. И здесь вы видите вот иллюстрацию, это обложка как раз одного из первых таких зинов самоздатовских журналов любителей научной фантастики, который назывался Комет. То есть, как Комета. Вот. А начиная, например, с 43-го года выпускался такой Зин, Fantasy Commentator, тоже посвященный научной фантастики. И он просуществовал аж до 2004-го года. То есть, такие были культурные явления, достаточно имеющие долгую жизнь. Вот. То есть, как бы, ну, как бы, говоря о будущем, как бы, вот это пересечение научной фантастики, феминизма, активизма и так далее. То есть, как бы, это очень интересный был факт, который я обнаружила. Вот. И далее история зиноделания в Америке или в англоговорящем мире, она в основном связана, как бы, тоже с альтернативными какими-то культурами. В основном с панк-рок, музыкой, с какими-то такими нишевыми интересами, в том числе политическими какими-то движениями. Вот. То есть, уже начиная с 70-х годов, развитие технологий, то есть, доступность к серокопированию, означало, что можно было делать зины гораздо быстрее. И с большей легкостью это тоже, как бы, практически ничего не стоило. Можно было их быстро верстать с помощью всяких хитростей, приемов, когда ты просто можешь там склеить макет, а потом его на к сероксе растиражировать и таким образом потом распространять. И, как я уже сказала, например, любители панк-музыки создавали такие публикации, чтобы, например, ну, там, собирать информацию о новой музыке, об интересных музыкантах, публиковать интервью с ними, не знаю, тексты песен и так далее, и какое-то свое искусство. И здесь мы видим, что такая эстетика, как бы, есть DIY, да, то есть, делай сам движение, когда используется, ну, как бы, от руки что-то написанное, какой-то текст, или используется техника коллажа, которую вот мы тоже любим использовать в нашем зине, вот. Ну, и в том числе, например, там, до этого еще была машинопись, да, и вплоть до 90-х она используется. И в 90-е годы уже появляется, как бы, ответвление зиноделания, которое именно связано с семинизмом. В Америке особенно появляется такое движение Riot Girl. Вот, и Riot Girl, оно начинается, как движение фензинов, которые создают женщины, про-женские панк-группы, и, ну, связанное с панк-движением, но потом оно, как бы, распространяется, и уже там речь идет не только о музыке, но и вообще о феминизме, о политике. Вот, например, к 93-му году появилось около 40 тысяч разных зинов, которые были вот под этим зонтиком Riot Girl. Вот, а начиналось, например, там, с нескольких групп, групп вроде, как, например, Bikini Kill, у которого был свой зин. И потом уже, как бы, оно получило собственную жизнь, это движение, которое было, да, именно связано с феминизским движением. И, например, даже в некоторых случаях, ну, вот, Jigsaw, это тоже, например, такой был зин, связанный с движением Riot Girl. Вот, ну, как бы, зинов существует огромное количество, и они распространяются на фестивалях, например, в специальных магазинах, на ярмарках, или просто люди обмениваются между собой. Это тоже вот такой лесбийский зин. Hothead. Ну, вот, а Bich, это как раз пример того, когда то, что началось как зин, стало полномасштабным, как бы, собственно, журналом, да, который сейчас распространяется через подписку, вот, и является таким достаточно укорененным, уважаемым изданием. Вот, на сегодняшний день, как бы, то, что уже началось в 2000-х годах, так, что интернет стал общедоступным явлением, и благодаря этому стало возможным распространять зины в электронном виде. Собственно, как наш, вот, зин, в основном распространяется электронно. Мы печатаем несколько, некоторое количество копий бумажных, но в основном, как бы, они предназначены для такого распространения через интернет. Вот, и это тоже, как бы, способствовало более широкому их распространению. Вот, но если мы теперь, как бы, обратимся к нашему контексту, да, то все-таки зин — это какое-то непонятное слово, часто люди незнакомы с этой культурой, и мы часто переводим его как самоздат, да, но, как бы, надо помнить, что самоздат — это тоже уникальное культурное явление, которое выросло именно в советском контексте, как бы, из практики диссидентской, да, создания тоже каких-то медиа, которые не могли по каким-либо причинам появиться в официальных изданиях. Вот, но это в то же самое время, как бы, тут такая, как всегда, диалектика, да, что, с одной стороны, это было, как бы, против советского режима, там, в контру ему, но в то же самое время это все вырастало из реалий Советского Союза, было возможно благодаря тому, как жизнь была организована в Советском Союзе, и, как бы, являлось появлением такой тоже распространенной практики самодеятельности, да, которая всячески культивировалась в Советском Союзе, то есть, например, в каждой школе, на каждом производстве была стенгазета, как бы, люди тоже создавали какие-то свои альтернативные медиа, занимались самовыражением через различные, как бы, формы творчества. И если мы говорим о, в общем, о диссидентском самоздате, то, как бы, известные различные журналы, например, там, в Санкт-Петербурге выходил «Альманах поэзии», да, в общем, еще был какой-то журнал «37», в общем, как бы... Самый известный хроник на текущих событиях. Вот. То есть, как бы... Да, мы знаем, что это, как бы, была очень такая среда активная, как бы, иногда люди преследовались за такую деятельность, попадали в лагеря, или им приходилось уезжать за границу за антисоветскую деятельность. Вот. И... Да, то есть, ну, как бы, самоздат существовал, особенно, начиная с 60-х годов, активно развивался в Советском Союзе. Но, если мы вернемся к теме феминистского самоздата, то он вырос как раз в этой среде диссидентской, и с противоречией, как бы, вот, именно эти борцы за свободу, они часто оказываются сексистами махровыми. Вот. И... те женщины, подруги и коллеги, коллежанки, этих диссидентов, которым позволялось только, там, кофе варить или помогать с печать, набором текстов на печатной машинке и прочими обслуживающими какими-то задачами, но при этом не могли опубликовать свои собственные тексты в этих изданиях. Они поняли, что им нужно как-то осмысливать эту ситуацию и создавать свои собственные медиа. Вот. И как бы из этого понимания вырос, например, в Санкт-Петербурге журнал такой, который назывался «Женщина и Россия» или «Россия-женщина». Вот здесь у нас есть, кстати, это приложение к журналу «Остров», но в нём есть вот, был такой выпуск, где как раз обсуждается вопрос этого феминистского самиздата. Есть текст такой «Феминизм в России в конце 70-х годов в сравнении с западным феминизмом, различие сходства». То есть это как раз написала женщина, участвовавшая именно в этом феминистском самиздате в 79-м году. Она была одной из инициатор и издательниц самиздатского женского альманаха «Женщина и Россия», а затем журнала «Мария». Вот. Журнал «Мария» как бы считается первым примером феминистского самиздата в Советском Союзе, и всего несколько номеров вышло, и при этом состав редактора постоянно менялся из-за того, что они подвергались всяческим преследованиям, и им приходилось как бы уезжать за границу. И потом, в общем, приходил новый состав, и опять та же история повторялась. Но как бы мы знаем, что, например, первые номера этого журнала «Мария» переводились на многие языки, и до сих пор эти многие тексты можно найти в интернете и прочитать. Конечно, понимание этих советских феминисток, диссиденток о феминизме сильно отличаются от тех, которые у нас сейчас, которые мы придерживаемся. То есть, как бы там очень много проблематичных вещей. Очень мягко. Да, мягко говоря. Например, вчера я ознакомилась с таким текстом, который называется «Ведьмы в космосе». Да, это такой очень, конечно, эссенциалистский подход к феминизму. Антисоветский точно. И там очень много можно эпитетов использовать негативных. И даже как-то захотелось присвоить это словосочетание «Ведьмы в космосе». Как раз оно очень нам подходит, потому что наш журнал как раз про ведьм, и про космос. Но это как раз то, что не давало покоя именно тем женщинам, которые называли себя феминистками в этот период в Советском Союзе. В общем, да, нужно помнить о том, что всё-таки сам издат и зеноделание, наверное, это всё-таки не одно и то же. Это всё равно как бы, ну, можно их сравнивать как какие-то альтернативные формы медиа. Но полностью себя как-то идентифицировать с сам издатом после ознакомления, например, с примером журнала «Мария» я как-то не могу, наверное. И в то же самое время, при том, что существовала вот такая критика сам издатовская советского гендерного порядка, мы, например, можем вспомнить, что даже в таких очень официальных журналах и как-то достаточно открыто публиковались, всё равно существовала критика внутри самого этого советского порядка. То есть, например, есть такой известный рассказ, даже повесть, да, «Баранской. Неделя как неделя», которая была опубликована в 1969 году в журнале «Новый мир». И он тоже многократно потом переиздавался и переводился на различные языки. И как раз там вот очень такая критика высказана именно двойного бремени, которое несли советские женщины. То есть, как бы, да, очень такая неоднозначная ситуация с сам издатом в позднесоветский период. Ну, а если говорить о том, что существует в сфере феминистского сам издата на постсоветском пространстве, то есть, ну, «Вир Систерс» — это не первый, конечно же, феминистский журнал, который издаётся своими силами, активистками. И было бы интересно, например, узнать, может быть, Анара знает, какие-то были публикации до этого, да, то есть, как бы... Но у нас вот здесь в штабе есть коллекция очень хорошая различных зинов, или зинов. И, как бы, они обычно... Ну, они могут быть разного формата, даже начинают вот таких крошечных, да, до более таких обычных журнальных форматов. Это вот казахстанский журнал «Юдоль», который уже тоже выпустил два выпуска, насколько я знаю, работают над третьим, кажется. Вот, ну и вот различные другие зины из России в основном. Вот, среди них, конечно, нужно выделить такую публикацию, как журнал «Остров». Это лесбофеминистский сам издат, который, что характерно, он был создан не где-то в Москве или в Петербурге, а именно на периферии российской, в Челябинске. В Челябинске главная редакторка Альгерта Харитонова. По-моему, пару лет назад было такое мероприятие в штабе, которое называлось «Остров странных сестер», да, и там как раз был такой обзор феминистского сам издата тоже. И... Она присылала... Да, она присылала видеообращение. Да, да, да. Да, вот рекомендую посмотреть это видео, она там рассказывает подробно об истории журнала. И что замечательно, что вышло уже 60 номеров этого... Продолжает выходить, поскольку... Да, то есть тут есть основные журналы с достаточно серьезными текстами, но есть еще литературные приложения, то есть как бы проза, поэзия. Все 60, да, номеров у нас есть в библиотеке. Да, здесь все это есть в штабе, можете почитать. Вот есть, например, все такое «Молот ведьм». То есть ведьминская тема, она как бы очень... То есть питерский, по-моему, да? Или московский? Анархийский. В общем, да, анархо-феминистский такой ЗИН тоже, который по сей день продолжает выпускаться. Возвращаясь, собственно, к нашему ЗИНу, уже вышло 6 номеров, и мы очень рады. Начался этот ЗИН в 2014 году, вот летом, с переписки в Фейсбуке между мной и Оксаной, Шаталовой, когда Оксана как бы просто начиталась всяких срачей в Фейсбуке и прочих в соцсетях, и как бы уже настолько надоело отвечать на эти, то, что мы назвали «фак сексиста», то есть «frequently asked questions», которые у сексистов очень просто убогий набор всегда аргументов про армию, про пальто, и как бы захотелось уже раз и навсегда ответить на все эти вопросы. Да, чтобы в очередной раз не оправдываться про армию или про пальто. И вот так как бы зародился этот ЗИН. И мы достаточно долго работали над первыми номерами, писали длинные тексты, с кучей ссылок. Ну, это был такой, да, начальный период. И в среднем у нас выходит один или два номера в год, и мы работаем без дедлайнов, в таком плавно текущем режиме. Вот, и коллектив у нас тоже текучий, и как бы, ну, есть костяк. Вот Оксана, я, Георгий потом в какой-то момент присоединился, и Самат наш верный дизайнер, и верстальщик. Вот, а так как бы мы открыты к тому, чтобы люди присоединялись по желанию, постоянно участвовать, или эпизодически, периодически. Но в какой-то момент мы поняли, что мы все-таки все очень заняты, и нужно найти какой-то формат, который позволит производить эти публикации достаточно легко. Вот, и мы придумали такой формат, что до этого мы работали в основном в режиме онлайн, через бесконечные переписки в Фейсбуке. А тут мы решили все-таки встретиться, и поговорить, и поделать коллажи. И вот так начался коллаж вертсишенский период вертсистерс. Вот, то есть мы начали такую практику, что мы приглашаем людей, собираемся сами, обсуждаем определенную тему, а потом как бы расшифровываем нашу беседу, может быть, добавляем еще какие-то материалы, и в качестве иллюстрации служат наши коллажи. Вот, и вот в примерно таком формате уже вышло еще три выпуска. Вот, почему мы называемся тоже странными английскими словами вертсистерс, в переводе значит странные сестры, и это отсылка к трем ведьмам в Макбете, которые пророчат всяческие веды, но они такие еще при этом гендерно-неконформные, и мы хотели обозначить себя как квир-феминистскую публикацию.